По миллионным заявкам Полетели в духовку И это еще не последний сюрприз для вас Сосиска Друзья мои, всем привет! Я Константин Ивлев и как всегда готовлю для вас По миллионным заявкам я хочу приготовить вам на скорую руку круассаны Помните, как в той песне? Хруст французской булки Это была булка не наша за 9 копеек московская, а говорилось про круассан Многие были в Париже и ели круассаны По большому счету иногда их там даже и не найти Классных и вкусных В России и то научились готовить намного интереснее Я понял, что это ваша любимая выпечка Кстати, очень важно, для этого рецепта я буду использовать те продукты, которые продаются в магазине И самое главное, буду готовить, как и полагается, из слоеного теста Но слоеное тесто я не буду делать Я купил для вас тесто И, кстати, буду готовить из двух видов теста Первое тесто это слоеное дрожжевое тесто Второе тесто это бездрожжевое Ну, для того, чтобы мы могли с вами сравнить Круассан Основа слоеное тесто Помимо классического слоеного теста туда еще вбивается большое количество сливочного масла Вы об этом не знали? Ничего страшного, теперь знаете Ну и, конечно же, начинки Классические круассаны бывают с миндальной начинкой, с кремовой начинкой Там с шоколадом и многим-многим другим И я тоже самое Я в домашних условиях хочу вам показать, чтобы вы потом смогли повторить Итак, я буду готовить сегодня классический круассан с шоколадом Я взял две шоколадки Два вкуса, которые я люблю Первый вкус это йогурт с клубникой А второй это лесной орех Ну, разные плитки Ну и, конечно же, с мармеладом В данном случае я взял мармелад из абрикоса и мармелад из чернослива Здесь у меня сливочное масло, но и небольшое количество муки Я не обмазываю круассаны яйцом Я их обмазываю растопленным сливочным маслом Поэтому я его заранее растопил В первую очередь мне надо подготовить непосредственно начинку Для этого, друзья мои, мармелад я тоже сам не делал Он продается сейчас в магазине Нету такого хорошего большого мармелада Вопросов нет, вы можете просто-напросто купить лимонные дольки Помните мои сырники? Без проблем Делаем все очень простые манипуляции Я беру и отрезаю кусочки мармелада Кстати, оказывается, этот мармелад еще с кусочками чернослива в данном случае Многие говорят, с ножа не ешь, а ты будешь злым Я-то буду злым Меня уже не исправить Я самый добрый повар Ну и дальше мне, соответственно, надо нарезать абрикосовый мармелад Как вы понимаете, мармелад вы можете брать тот вкус фрукта Какой вы любите Кстати, очень крутой Тогда я здесь еще порежу вот так вот на несколько составляющих Домашние условия, ребят Все по-домашнему Все, как мы любим и как у нас с вами дома получается Нет смысла делать слишком много начинки Все-таки мы говорим о круассанах, о выпечке Я еще немножко здесь подрежу Круассан вообще готовится не так уж сложно Самое сложное это сделать тесто Как я уже вам сказал, я буду использовать готовое тесто Потому что слоеное тесто дома сделать самому безумно очень сложно Нужно быть каким-то культуристом для того, чтобы его постоянно вмешивать Теперь шоколадка Вообще, когда ты подготавливаешь продукты для круассана Либо для выпечки, тех же пирожков и тому подобное Самое главное это стойкость Да, ребят, как не крутить, это стойкость Потому что в процессе подготовки можно начинку-то и съесть Перед тем, как работать с тестом, мне сразу же надо подготовить лоток Ребят, это очень важно Подготовительный процесс готовки, чтобы потом уже на это не отвлекаться Конечно же, перед тем, как готовить круассаны Надо полностью разморозить тесто Это обязательно Второй момент Нужно ли дать тесту подойти? Нет Вот круассанам подойти можно дать время Когда мы их уже закрутили И тогда их поставим здесь При комнатной температуре Чтобы они немножко подошли Ну, кто работает с тестом, те знают Кто не работает с тестом, объясняю Что такое подойти к тесту Это значит, что тесто начинает увеличить в объеме Особенно то, которое с дрожжами Потому что дрожжи, они же бродят Первое, будем работать с дрожжевым тестом Все очень просто Если вы хотите, чтобы у вас были пышные Большие, толстые, нажористые круассаны То, конечно же, не надо раскатывать тесто Используйте, как оно есть Как и я сейчас буду делать В первую очередь, для того, чтобы сделать круассан Надо нарезать, да-да-да, друзья мои Вот такие вот треугольники Я буду делать не классически здоровущие круассаны А сделаю их все-таки поменьше Надо померить мармелад Мармелад не должен вылезать Мы все-таки не делаем печенье Мы делаем круассаны, поэтому мармелад Так же, как шоколад Должен спрятаться там, внутри Чтобы это было сюрпризом Очень важно Так как тесто дрожжевое Мы дадим ему подойти И потом, впоследствии, тесто будет выпекаться Увеличиваться в размере Поэтому друг к другу ни в коем случае не класть Это же не тевтели Еще кусочек мармелада И опять берем и начинаем хорошо закручивать Самое главное, не надо никуда спешить, друзья мои Вы на верном пути Поэтому все спокойно делаем Также, кстати, на всякий случай Сделаю и пустой Классический, обзовем его Круассан Ничего туда не буду закладывать Если даже получаются вот такие вот штучки Ну, имеют место быть Не страшно Есть! Теперь начинаем работать с тестом бездружевым Мы просто-напросто с вами потом впоследствии сравним Какие получатся интереснее, объемнее, ну и даже вкуснее Почему бы и нет? Размер круассана зависит только от непосредственно ваших личных пожеланий В данном случае из бездружевого теста мы будем делать круассаны шоколада Рабочая температура для слоеного теста 180-200 градусов Духовку я заранее включил на 200 градусов Все в порядке Если вы будете тесто раскатывать Вы можете его слишком сильно перекатать И у вас не будет объема И тогда получится хачапури какой-то Теперь, как я вам и говорил Я буду использовать сливочное масло Так как я с самого начала вам говорил, что круассан Это слоеное тесто, в которое входит большое количество сливочного масла Но я купил готовое тесто В нем достаточно сливочного масла Но все-таки приближенность к рецепту должна быть верным Поэтому беру сливочное масло И вот так вот не спеша хорошо обмазываю болванки Как вы понимаете, с одной стороны, приготовить круассан дома не так уж и сложно С другой стороны, я тоже люблю возиться Я тоже люблю кулинарию Но есть вещи, которые не всегда всем поддаются Я напомню на всякий случай, что существует несколько разных школ Как правило, шеф-повара – это не шеф-кондитеры Поэтому в любой точке мира учат на шеф-повара и на шеф-кондитера Также существуют пекари Также существуют пиццуолы Также существуют сушисты Это все разные школы Многие шефы и мировые звезды в том числе Не умеют делать десерты Потому что не надо Потому что есть шеф-кондитер Ваш покорный слуга – я Я люблю Я не кондитер, но я научился в базе И с большим удовольствием использую иногда в своих рецептах А вообще, когда дома особенно или на работе У меня бывают моменты, скажем так, нехотелки То я использую одного своего старого проверенного друга С ним я вас познакомлю чуть попозже Итак, болванка а-ля круассан готова Духовка разогрета до 200 градусов Поехали! Как когда-то сказал Гагарин Полетели, как когда-то И всегда говорит шеф Полетели в духовку Ждем порядка 15, а может быть даже и 20 минут Мы посмотрим Будем контролировать наш процесс Французских куассанов Друзья мои, время прошло Вот они, вот они красавцы Смотрите, какая интересная штука Вот это у нас бездрожжевое тесто Вот это дрожжевое тесто Дрожжевые уже подошли А бездрожжевые надо еще, конечно же, им подколероваться Поэтому я тебя вытаскиваю А вот этих дружков, пирожков я еще поставил Так, что касается этих куассанов Ну а что, красота! Вот смотрите, какие Отлично! И, как и положено, обмазываю их сливочным маслом Растопленным Можно еще как раз использовать желток Взбить и вместе со сливочным маслом Также их можно обмазать Дальше уже ваше непосредственное желание Сахарная пудра Кто что любит Отлично! Конечно же, куассану надо слегка полежать Для того, чтобы немножко разойтись Так, ну а теперь вот эти наши куассаны Которые, я на всякий случай повторюсь Сделаны из бездрожжевого теста Те, конечно, больше такие прям вот зажарились Но вы сами понимаете Здесь уже ваше непосредственное желание и фантазия Сделать, как вы любите С точки зрения Кто любит более поджаренные куассаны Кто любит менее То есть здесь уже непосредственно работает ваша хотелка Итак, надо дать куассану остыть Для того, чтобы все-таки насладиться его вкусом И посмотреть, что у него там внутри Ну что, куассаны остыли Теперь, конечно же, хочется их попробовать Вкусно Признаюсь, честно, вкусно Так, а что у меня здесь? Смотри, ладно, очень хорошо Что хочу я вам сказать, друзья мои Я сам обожаю готовить Но бывает так, что нету просто-напросто время Не забывайте, время сейчас один из самых дорогих продуктов Для тех, у кого нет времени Помните, я вам говорил про своих друзей? Конечно же Я уже с вами их знакомил Это компания Cheesecake.ru У ребят такой широкий ассортимент выпечки В том числе, не говоря уже о кондитических изделиях Торты, пирожные, мороженое и тому-тому подобное Но сегодня только говорим о тесте Только говорим о выпечке Сладкая выпечка и пикантная выпечка Это приготовленная дома А это приготовленная моими друзьями Cheesecake.ru Они доставляют в любую точку нашей необъятной страны Ну и также больших миллионников городов И не только В чем суть? Друзья мои, это готовый уже продукт Надо просто-напросто взять и разморозить Потому что поставляется только в замороженном виде Разморозить при комнатной температуре А потом в течение одной минуты и 150 ватт Разогреть в микроволновке Если вы хотите, чтобы они были горячими А если вы любите холодными, то вперед Вот как он выглядит Ну-ка Ммм Иди сюда Смотри Тот, кто знает Круассан Это слоеное тесто, как я уже говорил И кайф круассана Тогда, когда все слои открываются Это же настоящий тысячелистник Как его еще и называют Потому что сделано из тысячи листов Я могу сказать, что на вкус шикарный Ммм А я сейчас прям вместе с вами Все это протестирую В данном случае Я пробовал холодный круассан И хочу заметить, что при разморозке Качество не теряется Хруст, текстура Все остается таким Как вы иногда Либо готовите дома Либо покупаете в магазинах Итак, идем дальше Круассан с заварным кремом Могу сказать, что это очень достойно Посмотрите опять на тесто Признаюсь честно У меня сейчас во время работы Пришли велосипеды Поэтому я с большим удовольствием Сейчас все так и пробую Знаете Потому что завтра придется Десяточку-то накрутить Но отказать себе сейчас Я не могу Потому что это правда вкусно Круассан с миндалем И миндальным кремом Вы посмотрите на этих красавцев Также мне привезли на пробу Баркета с малиной и творожным кремом Ну, по-другому в нашем мире Это еще иногда называется Дэниш Здесь, значит, улитка с корицей Вай-вай-вай-вай-вай-вай Внешний вид здесь Баркета с вишней Творожным кремом Там было клубничный Здесь на вишневой Ну и, конечно же, с абрикосом И творожным кремом Я не буду разогревать Я не люблю разогретую Я люблю выпечку сладкую Как раз в холодном ее состоянии Но я вам покажу разрезы Чтобы вы понимали Насколько это профессионально И правильно сделано Вы посмотрите но если вы доверяете моему мнению то спасибо вам в первую очередь но и спасибо моим друзьям тоже никогда меня не подводят в этом плане и так кручу верчу педали называется пока не далее ну а теперь я хочу вас познакомить с не сладкой выпечкой так у ребят здесь турновер со шпинатом и сыром опа красота какая-то дальше турновер с томатами сыром оливками и базиликом улитка средиземноморская с песто томатами и оливками ну и конечно и ее величество сосиска в тесте а эту выпечку я уже буду разогревать в микроволновке согласно правилам которые прописаны на каждой коробке которые вам поставляются то что надо разморозить при комнатной температуре а потом уже одну минуту разогреть в микроволновке но что ее величество сосисон оставим на потом а вот эти вот прекрасных девочек я сейчас подогрею сосисон беру и ставлю разогреваться и так что у меня здесь получается внешний вид отличный что касается вкуса очень вкусно так а здесь мое любимое сочетание сыр и шпинат но давайте посмотрим его величество или ее величество сосисочка кстати копченые смотрите что внутри у нас происходит соуса отошли сыр расплавился ну и конечно сосиска даже с горчичным соусом очень вкусно ну что друзья я только что для вас сделал небольшое сравнение той выпечки которая приготовил сам при вас и ту выпечку которая вы можете заказать если у вас соответственно нет времени я дам совет не только домохозяйкам но и своим коллегам профессионалам компания чизкейк точка ру уже зарекомендовала себя не первый год на этом рынке и им можно доверять так же как доверять и мне это еще не последний сюрприз для вас помимо того что вы можете дома уже иметь готовую выпечку как сладкую так же как и пикантную как мы ее называем с наполнителем еще один сюрприз заключается в том что специально для вас по промокоду ивлев 9 вы получите скидку до 50 процентов на все от полной стоимости и кстати при заказе от 1990 рублей вы получите дополнительный подарок ванильные эклеры производства бельгии от таких красавцев вы получите поверьте мне это вкусно так что готовим вкусные эклеры дома а если не хотите заморачиваться заказываем вводим промокод и наслаждаемся друзья мои приятного аппетита и как всегда до новых вкусных встреч пока пока